Всем привет, на связи Саша, и походу банальнее приветствие быть просто не могло, но в этом видео я хочу протестировать новую рубрику, в которой мы будем разбирать тенденции ближайшего месяца, а именно в этом видео тенденции марта, и посмотрим в каких знаках зодиака и какие аспекты будут формировать планеты. А это канал AstroGuide, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком, я его ведущая Александра Ващилко, поехали! Разбор астрособытий марта я буду делать, основываясь на свой календарь 2024 года. Этот календарь могут получить все желающие абсолютно бесплатно. Для этого вам надо перейти на сайт, который пока находится немного, скажем так, в креативном отпуске, но тем не менее продолжает успешно функционировать. Спускаемся вниз страницы, вводим свой e-mail и получаем календарь на почту. Пригодится этот календарь всем, кто жаждет знать важные астротенденции каждого месяца в течение 2024 года. Кому этот календарь не нужен? Тогда просто продолжаем с удовольствием смотреть это видео. И так как рубрика только запускается, я, конечно же, буду рада получить от вас обратную связь по поводу того, что вам понравилось, что вам не понравилось, что вы хотите, чтобы я добавила в этот разбор и так далее. Поэтому жду ваши комментарии. Но давайте начнем. И начнем мы наше обсуждение с планеты Меркурий. Мы с вами видим по календарю, что Меркурий 7 марта у нас переходит в знак рыбы. Значит, до 7 марта он продолжает свое движение еще по знаку водолей. Меркурий – это планета, которая управляет речью и коммуникацией, интеллектом и аналитическими способностями, логикой, любопытством. Это показатель бизнеса, торговли, бухгалтерского учета и коммерции. И, соответственно, когда Меркурий занимает позицию в определенном знаке зодиака, это существенно влияет на стиль общения между людьми, на мыслительные процессы и интеллектуальные способности человека. И вот до 7 марта Меркурий у нас находится в знаке водолей. А водолей – это сатурнианский знак. Поэтому Меркурий в какой-то степени перенимает такие некоторые практичные, отстраненные и интеллектуальные качества Сатурна. И фокус тут делается на логический анализ, на технологии, на науку, на инновации. Однако Меркурий может чувствовать себя, скажем так, немножко ограниченным в знаке Сатурна, и ему порой сложно свободно выражать себя. Общение может стать кратким и лишенным теплоты. Люди могут казаться более отчужденными и склонными к спорам, и могут быть упрямыми. Есть риск также стать слишком негибким в коммуникации, либо втянуться в какие-то бесполезные интеллектуальные дебаты. Но мы с вами помним, что водолей – это знак зодиака, демонстрирующий новаторское мышление, новаторское общение. И когда Меркурий, планета интеллекта, находится в инновационном знаке водолея, это рождает какие-то однозначно новые идеи, новые старты, и он может сделать людей более творческими, широким кругозором и заинтересованными в исследованиях, в исследовании новых направлений, разработке этих направлений. То есть многие люди проявляют нестандартное мышление, такой мозговой штурм, и находят новые решения своих проблем, возможно, застоявшихся проблем. Этот транзит определенно поможет в исследовании и в разработках, а также поможет ученым сформировать прочную основу для своих изобретений. Меркурий водолея хорошо влияет на карьеру людей, занимающихся целительскими профессиями, то есть целители, врачи, медицинский персонал, астрологи, тарологи и так далее. И также могут преуспеть люди в получении какой-то докторской степени, либо какой-то другой степени, которые повышают свои навыки в каком-то направлении. Кто этого до сих пор не сделал, есть еще шанс успеть до 7 марта. А 7 марта у нас Меркурий уже переходит в знак рыб и будет там находиться до 26 марта. Ну и, соответственно, для кого-то этот переход может дать благоприятные, скажем так, тенденции, для кого-то неблагоприятные изменения, потому что рыбы – это 12-й знак зодиака, и это последний знак зодиака. И он представлен как бы двумя рыбками, плывущими в противоположных направлениях. Водный знак, он известен своей эмоциональностью, интуицией и духовной склонностью. Рыбами у нас управляет Юпитер, который наделяет их мудростью, щедростью, глубоким пониманием сложности этой жизни. И положение Меркурия в рыбах, оно не самое лучшее. Меркурия – это знак падения для Меркурия, а это значит, что четкий стиль общения Меркурия, который у него должен преобладать по факту, окрашивается мечтательным окрасом, и такой Меркурий полон абстрактных идей, фантазий, мечтаний. И человек предпочитает жить больше в своих фантазиях, не иметь дело с фактами, логикой, с какими-то деталями. Он может передавать, скажем так, свои мысли и идеи посредством каких-то историй. Человеку очень нравится мечтать, придумывать какие-то абстрактные идеи. И это как раз уже сопоставимо с тем, что заканчивается зима, у нас начинается весна, и человек вылезает из своей зимней спячки, начинает, конечно же, мечтать, строить плоды на весну, лето и так далее. Такое же положение позволяет как-то по-новому взглянуть на ситуацию, на мир, придумать какие-то новые уникальные решения. Либо, например, найти решение проблемы и разработать какие-то дальнейшие действия. Но надо отметить, что этот мечтательный характер может также приводить к какой-то рассеянности и расплывчатости в общении с другими людьми. Рыба – это водный знак, известный своими, скажем так, глубокими эмоциями и хорошо развитой интуицией. И вот в этот период времени человек становится чрезвычайно чувствительным к эмоциям и настроениям других людей. Он улавливает мельчайшие нюансы и какие-то даже намеки от людей. И в этот период, конечно же, обостряется интуиция. Человек больше доверяет своему внутреннему голосу, который будет его направлять, опуская здравые факты. И для Меркурия в рыбах невероятно важно относиться к людям с сочувствием, с добротой, сострадательностью. Он начинает, ну, такие люди начинают внимательно слушать, что говорят другие люди. Они сопереживают другим, проявляется такая, скажем, эмпатия и хочется, чтобы люди, конечно же, были счастливы и чувствовали себя максимально комфортно. Поэтому в этот период коммуникация между людьми часто носит характер такой адаптируемый. То есть люди как будто как хамелеоны приспосабливают свой стиль общения к эмоциональным потребностям окружающих людей и говорят именно то, что другие хотят услышать, а не то, что на самом деле человек думает по природе своей. И даже если возникает какое-то несогласие с кем-то или другой взгляд на то либо иное событие, то Меркурий в рыбах дает, скажем так, спокойное, вежливое изложение собственного мнения. И опять же, это очень хороший транзит для того, чтобы изучать астрологию, эстерику, другие духовные знания. Я, конечно, ни на что не намекаю, но вы чуть-чуть знаете, на какой канал надо подписываться. И также хорошо заниматься музыкой, излагать свои мысли через творчество, рисование, писать, например, личный дневник или просто посещать какие-то там выставки и концерты. А если вы, конечно же, планируете какое-то путешествие на этот месяц, то оно может оказаться не таким положительным, как ожидалось. Либо будут проблемы с документами, либо ваши, например, расходы могут превысить ожидаемый бюджет. То есть будут нюансы, которые проявятся вследствие вашей невнимательности. Так что во время этого транзита важно все перепроверять и четко планировать. И также не стоит заключать какие-то важные сделки или стартовать с какими-то новыми проектами. Потому что, опять же, будет эффект, что говорили об одном, в голове нарисовали одну картинку, да, а по факту все как-то может там и тисикость-накость. Поэтому в этот период лучше накидывайте идеи, обдумывайте их с разных сторон, а в ход вы их пустите уже попозже, когда Меркурий 26 марта у нас перейдет в знак Овна. Вот это будет хорошее время, чтобы реализовывать все задуманное. Далее. Далее 7 марта, прямо в канун женского праздника, у нас Венера переходит в знак Водолей. А это значит, что до 7 марта она еще по остаточному принципу находится в знаке Козерога. В астрологии Венера представляет наши ценности, отношения, эстетические какие-то наклонности, олицетворяет роскошь, романтику, гармонию. То есть Венера у нас отвечает за любовь, красоту, творчество и материальное богатство. Знайдзиака, по которому проходит Венера, определяет стиль нашего индивидуального и коллективного языка любви. Да, и, скажем так, динамику партнерства, а также динамику финансовых инвестиций и способностей зарабатывать деньги. И вот Венера в Козероге это про более приземленную жизнь, про то, что надо быть более внимательным, в том числе к своим тратам, ну и к потребностям в том числе. Козерог это сатурнянский знак, и венерианская любовь в нем на самом деле проявляется в обязательствах, в каких-то традициях. Отношения должны быть построены на прочном фундаменте. То есть приходится подходить к своим сердечным делам с чувством ответственности и с ориентацией на долгосрочную стабильность. И вот вы, наверное, знаете, что у нас 12 февраля по 3 марта Венера находится в соединении с Марсом. И казалось бы, Венера плюс Марс – военно-любовный союз с накалом страстей и искрами изменами. Но Козерог, он все-таки ориентирован на прочность, стабильность и ответственность. И поэтому он будет успокаивать все эти страсти и будет способствовать вот этой длинной, счастливой, совместной жизни. Также такое соединение имеет общую черту – это материальная направленность. Звучит, конечно, слишком прагматично, но для Венеры в Козероге любовь – это инвестиция. И в этот период человек избегает поверхностных связей и также, скажем так, отметает всех неподотчетных женихов. Это прекрасный транзит, чтобы поставить точки над «и» в отношениях и определиться, как мы живем дальше, заключаем ли мы официальный брак, рожаем без детей и по какому пути мы вообще двигаемся дальше. И у кого-то в этот период отношения могут выйти на абсолютно новый уровень. Вот как раз Венера к Козероге с 12 февраля, поэтому возможно, что на день даже всех влюбленных или в преддверии 8 марта вы могли получить, например, предложение руки и сердца. Или вот каким-то иным образом вы можете вывести свои отношения на новый уровень. Также Венера в Козероге может быть более склонна к сбережению, инвестированию и планированию будущего. И все расходы в этот период приобретают более практичный характер. И подарки тоже подбираются по принципу, чтобы служили долго и вечно. Но затем 7 марта Венера начинает свой транзит по Водолею, который продлится у нас до 31 марта. Водолей это воздушный знак, это подвижный знак зодиака. И этот транзит подходящее время для расширения своего круга общения и общения с единомышленниками. Это однозначно новые знакомства, потому что Водолей у нас отвечает за хороший социальный контакт. Но при этом также это у нас знак независимости, поэтому отношения в марте могут носить, скажем так, разный характер. И если вы холосты, то такой транзит может дать вам любовь с первого взгляда. Или наоборот, у вас могут, скажем так, открыться глаза на человека, который всю жизнь был рядом и рассматривался только как друг. И опять же, вот между вами может вспыхнуть какая-то любовь. Но если в отношениях не будет общих интересов, которые идут у нас по водолейской тематике, то есть эти интересы не будут объединять людей, то эта любовь погаснет так же быстро, как и вспыхнула. Также отношения могут завязаться с помощью друзей, знакомых, либо на какой-то вечеринке или на каком-то мероприятии. А вот для тех, кто в паре и состоит уже в супружеских отношениях, это также подходящее время для развития более дружеского подхода, совместного времяпровождения, посещения каких-то мероприятий, похода в гости и так далее. Но я также хочу обратить ваше внимание, что с 18 по 26 марта Венера будет находиться в соединении с Сатурном. Поэтому в эти даты может возникнуть какая-то эмоциональная отстраненность от своего партнера, эмоциональная дистанция и обдумывание вопросов партнерства в целом. Это может дать переоценку отношений и личные ценности с более беспристрастной и объективной точки зрения. Поэтому в этот период однозначно следует быть бдительным и сдержанным в том, как вы выражаете свою любовь, что вы вообще говорите своему партнеру, либо как вы тратите деньги. Каждое действие поддается анализу и обдумыванию. Чувственный опыт может носить болезненные уроки и может возникнуть у вас даже чувство вины за какие-то свои поступки, в том числе и на любовном фронте. Либо в большей степени проявятся какие-то финансовые страхи и какие-то блоки. Хотя в целом данный транзит он дает возможность заработка или притока денег через совместную деятельность либо через друзей каких-то высокопоставленных людей, меценатов, спонсоров и так далее. Могут также поступить неожиданное, но очень перспективное деловое предложение. И опять же у нас этот период хорош для общественной деятельности и сотрудничества. А также такая Венера поможет в исполнении своих желаний, о которых вы давно мечтали. Далее. 10 марта происходит новолуние в знаке водолей. Новолуние у нас символизирует новые начинания, потенциал для роста и трансформации. Это новые возможности. Это время перемен. Но опять же мы с вами помним, что тенденции эти всего лишь на ближайшие две недели до наступления полнолуния. И получается, что этот период обещает нам участие в каких-то групповых проектах. Можно устроить мозговой штурм, генерировать коллективно какие-то новые идеи, поддерживать социальные, общественные какие-то инновационные начинания. Это прекрасное время для изучения новых возможностей и общения с другими людьми, со своими друзьями, которые в том числе разделяют ваши интересы. Это новолуние предлагают вырваться из старых шаблонов и перейти к новой парадигме своей реальности. Менять правила игры, отказываться от старого, отказываться от чего-то не работающего и идти в новое. Период особенно хорош для тех, кто работает в команде. Но и одиночкам тоже можно накидывать идеи, которые потом, как мы обсуждали, когда вот Меркурий перейдет в знак Овна, вы будете реализовывать. И в эти две недели опять же появится возможность вступить в какую-то новую группу, найти новых друзей, общаться с единомышленниками, с кем-то познакомиться. Тем более, что нам это же и обещала Венера. Поэтому с 10 по 25 марта мы как бы не сидим ровно на попе, а активничаем и придумываем что-то новое. И сейчас у нас будет небольшой рекламный блог про астрологический курс Варшипхала годовой гороскоп. Потому что техника Варшипхала помогает анализировать не только тенденции вашего персонального года, но также и тенденции каждого персонального месяца, исходя из вашей личной натальной карты. И на этом курсе мы с вами анализируем прогностику по ключевым сферам жизни, таким как личная жизнь, карьера, финансы, переезды, рождение детей и так далее. И на этом курсе я делюсь с вами своими фишками и алгоритмом анализа годового гороскопа, с помощью которого вы сразу начнете успешно консультировать своих клиентов и не бояться, что скажете вдруг что-то не так. Для прохождения этого курса вы должны владеть базовыми астрологическими знаниями, а ссылка на сайт с информацией про курс будет размещена в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Жду вас на курсе. Далее. Далее 14 марта солнце меняет свое положение и переходит в знак рыб. А значит первую часть до 14 марта оно находится в знаке водолея, потом в знаке рыб. Солнце это у нас про личный бренд человека и то, как он ведет себя на публике, на работе, позиционирует себя вовне. Это про управленческие качества человека и его отношения с начальством или с властями. Но солнце водолея немножко некомфортно. Потому что солнце и Сатурн они по природе своей враждуют. Поэтому могут быть споры с отцом, с начальником, проблемы на работе, либо какие-то например государственные штрафы. У кого-то произойдут изменения в карьере, для кого-то они будут неожиданными даже. Но опять же эта неожиданность она для кого-то сработает в плюс, для кого-то сработает в минус. И надо это смотреть непосредственно в вашем гороскопе. И также я хочу обратить ваше внимание, что до 5 марта солнце находится у нас в соединении с Меркурием, который может давать скажем так демонстративные высказывания самоуверенность и яркость речи. То есть человек хочет продемонстрировать свои интеллектуальные способности и благодаря чему он как бы стремится к общению с высокопоставленными людьми. но также до 6 марта у нас солнце находится в соединении с Сатурном. А значит Сатурн он может как бы ограничивать проявление своих амбиций, да, либо ограничивать вот это проявление себя, своих желаний. И все это возможно только при определенных условиях. И приходится делать то, что не совсем хочется. То есть слабые положения надо достигать упорным трудом, а не просто потому что я это я. И тут на самом деле происходит что-то из серии докажи друг, что ты этого достоин. Но тем не менее тут все-таки проявлена такая водолейская натура, о которой мы так много говорим в этом видео. И это еще одно указание, которое побуждает нас находить инновационные решения практических проблем, ломать как-то стереотипы, пробовать что-то новое и необычное. И для водолея очень характерны новые технологии. И опять же во время этого транзита мы с вами часто видим акцент на технологическом прогрессе. Этот транзит хорош для развития бизнеса, для развития предпринимательской деятельности, для знакомства с новыми людьми, причем даже высокопоставленными людьми, которые могут вам в чем-то помочь. Ну и вот, например, вы к ним стремитесь, а потом они говорят, а вот докажи, что ты этого достоин по соединению Солнца с Сатурном. В этот период, конечно, также важно позаботиться о своем здоровье, поскольку могут обостриться у нас проблемы с кожей, аллергии любого рода, или также могут быть расстройства желудка. А вот 14 марта, когда Солнце уже переходит в знак рыб, знак рыб у нас управляет Юпитер, а Юпитер и Солнце дружат друг с другом, и во время этого транзита возможно поддержка, например, со стороны детей, либо старших наставников, учителей, мудрых товарищей, людей, наделенных властью, которые помогут в вашем продвижении. И тут, по сути, принцип отождествления себя сталкивается с принципом формирования идей и жизненных устоев. Поэтому, чтобы себя как-то проявить и максимально реализовать, нужна какая-то большая цель, либо какой-то философский взгляд на ситуацию. И тут, опять же, стоит нам мыслить масштабно. Также проявляется жизнелюбие, щедрость, можно взять покровительство над кем-то, когда вы ведете кого-то за собой, либо же управляете какими-то крупными проектами. Этот транзит, он очень прекрасен для самообразования, в том числе каким-то, опять же, духовным, либо эзотерическим направлением. Но, есть, конечно же, здесь у нас и другая сторона медали. Мы с вами помним, что любая энергия у нас, опять же, может проявляться как в плюс, так и в минус. И если вот говорить про проявление солнца в рыбах в минус, то это раздутое эго и понты, когда кто-то пытается показать себя лучше, чем он есть на самом деле и возвыситься таким образом над другими. И во время этого транзита лучше на самом деле направить свою солнечную энергию в плюс и работать над тем, чтобы масштабировать себя, свое влияние, удовлетворять свои амбиции через реальный вклад в дело, используя свои таланты и соблюдая нормы, морали и принципы, принятые в коллективе. И с 11 по 26 марта Солнце будет в соединении с Нептуном. И это опять же не самое лучшее положение для заключения важных сделок. И то, что не надо заключать эти сделки, нам ранее также указывал на это Меркурий. Этот транзит на самом деле больше подходит для артистизма, для каких-то творческих самовыражений. Кто-то захочет побыть больше в уединении, а кто-то займется, например, благотворительностью. Так что у нас 15 марта Марс переходит в знак Водолея. Значит, первую половину марта он у нас находится в знаке Козерога, а это самое сильное для него положение. На астрологическом языке мы такое положение называем экзальтация. И Марс это планета действий и амбиций, которая, окрашиваясь в энергию Козерога, способствует решительному и стратегическому подходу к достижению целей в различных сферах жизни. Это методичный и целеустремленный характер в достижении долгосрочных целей. Это сосредоточенность на карьерных амбициях преимущественно, либо на общественном признании и авторитете. И у людей появляется повышенное чувство ответственности за свои обязательства. Этот транзит Марса в Козероге призывает людей быть практичными и реалистичными в своих начинаниях. Повышенное внимание также может уделяться вопросам, связанных с управлением, связанных с полномочиями какими-то, с реализацией практических решений, потому что Марс это планета руководителей и вожаков в том числе. Но затем 15 марта Марс у нас переходит в знак Водолея и будет в нем до 23 апреля. Однозначно транзит Марса Водолея придаст динамики нашей жизни. Появится энтузиазм, который поможет быстро выполнять различные задачи. И в этот период может ярко проявляться чувство независимости или могут происходить какие-то митинги и революционные настроения. И появиться они могут как на глобальном уровне и на политической арене, так и более точечно, например, в каких-то организациях, когда сотрудники устраивают забастовку. Потому что Марс это планета действий, Водолей это свобода и революции. Поэтому тут активно проявляется такой бунтарский характер, либо какие-то местечковые заговоры. И, кстати, до 16 марта Марс находится в квадратуре с ураном. Это напряженный аспект, напряженная ось, которая символизирует борьбу за правду и истину. Но это, опять же, взрывная энергия и стремление к свободе без ограничений, конфликты, риски, ожесточения. Я, конечно, ни на что не намекаю, но кое-где с 15 по 17 марта у нас проходят выборы. И интересно то, что с 16 марта включается также соединение Меркурий-Раху. Соединение это будет длиться до 22 марта. А Меркурий с Раху это активное распространение информации через интернет, а также мошенничество, создание фейков и иллюзорной информации. Затем с 23 марта и по апрель эту тенденцию нас подхватывает Юпитер в соединении с Ураном. А значит, кто-то может полететь, например, с должности, будут какие-то непредвиденные изменения, меняется идеология. Но мы вернемся с вами к нашему Марсу и 17 марта квадратура между Марсом и Ураном она как бы прекращает свое действие. Значит, физического противостояния быть не должно. То есть, тут идет именно упор на информационную борьбу по Раху с Меркурием и на идеологическую по Урану с Юпитером. А вот физическое противоборство будет активным именно в апреле, когда Марс с Сатурном войдет в соединение. Но опять же, это общая тенденция. И где-то она проиграется на глобальном уровне, а у кого-то она проиграется при более мелких обстоятельствах и, например, даже в семейной жизни. Далее, 25 марта нас ждет полнолуние в знаке Девы. Полнолуние это конец лунного цикла, время, когда мы освобождаемся, исцеляемся от всех невзгод, наводим порядок и завершаем все старое, ненужное и отжившее. Особенно знак Девы указывает, что пора навести порядок вокруг себя, на своем рабочем месте, в голове, в жизни, попорядочить все мысли и оценить кто ты, что ты и куда мы идем далее. И это полнолуние открывает нам коридор затмений, который продлится с 25 марта по 8 апреля. И я уже рассказывала, что обычно все астрологи очень сильно шугают этим коридором затмений и серии вот сейчас ваша жизнь прям кардинальным образом перевернется и там чуть ли не из дома не выходи, ни с кем вообще не общайся и так далее, чтобы сохранить все как есть. Но по факту часть людей действительно чувствительна к этим затмениям, часть людей не очень. Коридор затмений это по сути отправная точка на ближайшие полгода, которая закладывает определенные тенденции вашей жизни до следующего коридора затмений. Коридор затмений у нас всегда происходит по оси Раху-Кету и сейчас это ось у нас Дева-Рыбы. И тут лучше посмотреть конкретно ваших персональных гороскопов, какие сферы жизни коридор затмений будет затрагивать. Я это уже рассказывала в видео с прогнозами на год для каждого знака зодиака. В описании под этим видео тоже оставлю ссылку на плейлист с этими прогнозами, чтобы вы могли с ними более детально ознакомиться. Но само по себе лунное затмение оно конечно же влияет на наши эмоции и в период три дня до и три дня после затмения вы можете ощущать какое-то эмоциональное беспокойство, какое-то недомогание, стресс, тревожность, головные боли, плохое настроение. Захочется побыть в одиночестве, уйти в себя и подумать над тем, как вы будете наводить порядок в своей жизни. А затем 26 марта Меркурий переходит в знак Овна. И это хорошее время, чтобы обрести больше силы, воли, решимости, стартануть с какими-то новыми идеями и проектами, договориться, порешать какие-то вопросы, убедить кого-то в чем-то, заключить какую-то сделку и одним словом просто активно двигаться в сторону своего успеха. Овен, он не любит растягивать удовольствие, поэтому все функции Меркурия из серии договориться, подписать документы, принять решение, и неважно даже по какому вопросу, все это делается по принципу шахер-махер. Бежим вперед, а там по ходу будем разбираться, что из этого получилось. Но, если вы что-то планируете запускать, давать чему-то новую жизнь, принимать какие-то важные решения, то постарайтесь успеть это сделать до 2 апреля, потому что там нас с вами ждет полюбившийся всем ретроградный Меркурий, который не простит косяков. Но об этом мы с вами будем разговаривать уже в следующем видео. И 31 марта у нас также Венера меняет свой знак, и про нее мы тоже с вами поговорим в следующем видео, потому что эта тенденция будет распространяться уже на апрель месяц. И, пожалуйста, напишите мне в комментариях, что вы думаете про такой астро-обзор, как вам такой формат, а я жду вас на курсе Варшипхала, чтобы вы научились делать свои персональные гороскопы на месяц самостоятельно. С вами была Саша Ващилка, до новых встреч!